Диана Латышева Диана Латышева Диана Латышева Однако и борьбе за результат здесь тоже было место. Так что расслабленными участников точно назвать было нельзя. Каждый матч проходил очень динамично. Чувствовался азарт в игре, ярое желание игроков победить. Поэтому порой эмоции игроков давали о себе знать. Эмоциональными были и болельщики на трибунах, поддерживающие команды. В целом, первый день турнира задал высокую планку как по атмосфере, так и по игре. Что будет в следующие дни турнира, увидим совсем скоро. Евгений Романов, Неделя спорта. 13 февраля в Ледовом дворце Аватан состоялся чемпионат Казани по хоккею и шайбой. Казанские юбарсы скрестили клюшки с командой Тимирхан. О том, кто стал сильнейшим данным противостояния, нам расскажет Аида Гатаулина. Первый период начался быстро и активно. Команда Тимирхан владела шайбой и первая открыла счет в матче. Это сделал Дацик Евгений на третьей минуте с пятака на добивании. Второй и третьей голы не пришлось долго ждать и уже на восьмой минуте счет становится 3-0. Однако юбарсы проявили упорство и на 14-й минуте отыгрывают одну шайбу и в следующей же смене забрасывают вторую. Таким образом счет становится 3-2. И вот тут борьба накаляется, а скорости растут. Но, к сожалению, больше пробить вратаря Тимирхана Максима Кожевникова юбарсам не удалось. Мы видели тактичный и аккуратный хоккей со стороны Тимирхана и суетной и горящий хоккей со стороны команды Кафу, так как они хотели сравнять счет в матче. С таким счетом команды уходят на перерыв. Второй период начинается с гола Тимирхана. Впоследствии они сбивают еще 4 шайбы и кажется, что их уже не догнать. Казанские юбарсы под конец второго периода пытались и хотели изменить счет. Были неплохие контратаки, голевые моменты. Но где-то не повезло. Отличная игра вратаря Тимирхана, звук штанги и неточные пасы. На 29-й минуте кафушники меняют вратаря. Но при первом же броске шайба попадает в незащищенное место и Бакмайев Федор покидает площадку и в рамку снова встает путинцев Руслан. Со счетом 8-2 заканчивается второй период. На третий период хоккеисты вышли с хорошим настроем. В первой же смене Тимирхан забивает девятую шайбу. Это делает Ахметов Рафаэль. Его гол отличился большим профессионализмом. Рафаэль объехал вратаря и с неудобной руки отправил шайбу в дальнюю девятку. Команда Тимирхан обстреливает вратаря со всех точек, забивает со всех углов и почти с каждой сменой увеличивает счет в матче. Таким образом Ахметов и Каликов делают дубль, Дмитриев делает хэт-трик, а Вахрушев Евгений оформляет покер. В принципе, что ожидали от игры, то и получили. Удивились, что получился такой небольшой камбэк. Игра была, в принципе, немножко равна, когда мы забили два гола, а далее что-то просто начали пропускать и сил не хватало. Финальный счет матча 16-2. Поздравляем команду Тимирхан с заслуженной победой. Аида Гатаульна, Максим Журовоев, Неделя спорта. 12 февраля в спортивном комплексе «Уник» стартовал отборочный этап чемпионата ССКА России по мини-футболу среди женских команд. Наш корреспондент Максим Журовоев побывал на соревнованиях и готов рассказать о результатах матчей. В отборочном этапе чемпионата ССКА России по женскому мини-футболу принимали участие семь команд. Матчем открытых чемпионатов стало состязание команды «Несогласие» и «Девочки-машины». После плотной борьбы и множества опасных моментов счет на табло к концу второго тайма зафиксировался на отметке 3-0. В пользу команды «Несогласие». Вторым матчем вечернего первенства была игра между «Малинками» и «Вегас Клаб». С первого свистка судьи команды «Вегас Клаб» атаковала ворота соперника и без особых проблем проходила защиту визави, что полностью сказалось на конечном счете матча. 5-0 не в пользу команды «Малинки». «Волга» против команды «Искра». Именно они боролись за проход следующий этап в третьем матче. Команда «Искра» не смогла создать опасных моментов ворота соперника, что совершено не скажешь про «Волгу». Ведь они просто не покидали половину поля команды «Искра». Счет к концу матча – 0-3. В финальном аккордном симфонии мини-футбола в исполнении прекрасной половины человечества оказалось противостояние команды КФУ и «Малинок». Усталость после первой игры у команды «Малинок» сказалась на уровне и темпе их игры. Ведь уже в первые пять минут счет перевалил отметку в пять очков на табло. Ни на минуту не останавливаясь, КФУ разрывал защиту соперников и не оставлял шанса для них. После изнурительных, а порой издевательских двух таймов команда КФУ забивает 18-й гол и уже через минуту судья дает сигнал о завершении матча. 18-0. Просто разгром. Я считаю, что играли лучше, чем в прошлом году, но соперники попались довольно сильные. Эти люди действительно тренируются, а мы пришли сюда получить удовольствие, поиграть для себя и как-то сформировать, может, на будущее себе команду. Получилось, конечно же, не все, что планировали, но надеемся, что в дальнейшем будут успехи и мы сможем показать более хороший результат. Именно так прошел первый день чемпионата АССК России. Надеемся, и следующие этапы первенства не будут уступать своей зрелищностью и дальше. Максим Журобоев, «Неделя спорта». И мы продолжаем. Мы сейчас на студии начальника отдела физкультурно-массовой и спортивной работы КФУ Алексей Ливанов. Здравствуйте, Алексей Николаевич. Привет, Ян. На прошлой неделе в Казахском федеральном университете стартовал отборочный этап чемпионата АССК России. Вы не могли бы рассказать нашим телезрителям подробнее, как он проходит и о его структуре? Да, все верно. На прошлой неделе, наконец-то, наши студенты дождались данного мероприятия. В нашем университете чемпионат стартовал сразу с нескольких видов программы. Это соревнования по мини-футболу среди мужских и женских команд. И в прошедшие выходные у нас закончились соревнования по насольному теннису, где мы выявили сильнейших. Очень радует то, что в этом году, если смотреть даже по трем видам программы, которые уже сортовали или закончились, у нас прибавилось довольно-таки большое количество участников, заявились больше команд. Если анализировать прошедший вид на соревнования теннис, то здесь мы смотрим и статистики. Можно зайти, посмотреть на сайт чемпионата АССК, где можно посмотреть личные встречи, как игроки играли между собой. То здесь мы увидим, что и в личном турнире среди мужчин, и в личном турнире среди женщин у нас увеличилось более чем в два раза количество участников в сравнении с прошлым годом. Если смотреть мини-футбол среди мужских команд, то стоит отметить, что со сменой регламента турнира мы увидели прибавление в количестве команд. Если в прошлом году мы внутривузовский этап отборочный проводили в рамках Кубка университета, то есть там была привязка именно к институтским командам, в этом году команды формировались по желанию самих спортсменов, самих участников, и у нас заявилось 20 команд, но это не предел. Были ограничения в заявочной кампании, но в любом случае, я думаю, в следующем турнире, на следующий год у нас еще больше будет команд. Стоит отметить и приятный момент, что в турнире у нас сразу несколько команд заявлены из числа иностранных студентов нашего университета. Если вы посмотрите и зайдете в группу ВКонтакте, в фотографии, в видеосюжетах «Неделя спорта» и «Универ ТВ», то мы увидим, что несколько команд, то есть есть отдельная команда студентов из Таджикистана, есть команда из студентов, представляющая африканский континент. Это радует и стоит отметить со стороны организаторов, и от меня лично, что мне приятно смотреть было на игру этих команд. На данный момент они неплохо показывают, и пока с успехом двигаются к финальным играм. Как я знаю, первым видом спорта, прошедшим в рамках внутривузовского этапа, стал женский мини-футбол. Вы не могли бы рассказать подробнее, как проходили соревнования, сколько команд было заявлено и каковы результаты? Соревнования по мини-футболу еще пока не закончились, они идут. На данный момент у нас идет стадия группового этапа, в этом году этот вид идет как промо-турнир. У нас заявилось 7 команд, команды были разделены на 2 группы, играют по круговой системе в один круг, и 2 лучшие команды с каждой группой выходят в стадии плей-оффа, то есть полуфинала. Игры довольно-таки интересные, очень приятно, что самим командам и самим участникам нравится этот турнир. Организаторы турнира сделали расписание удобное для всех команд, чтобы это не мешало ни учебному процессу, и было удобно для самих участников. В среду у нас турнир стартовал, прошли первые игры. Следующий турнир у нас запланирован, следующие игры, групповой этап запланирован на 19 февраля, и планируем ориентировочно в 28 февраля завершить женский мини-футбол. Очень надеемся, что финальные игры покажем в прямом эфире, так как это интересно будет посмотреть не только студентам нашего университета, но и студентам других вузов России, так как женский мини-футбол не так часто показывают. Поэтому, думаю, и для спортсменов, и для зрителей будет интересно посмотреть. Ну, а соревнования по мужскому мини-футболу, они всегда вызывают огромный интерес. Стоит отметить, что и в спортзал приходит большое количество болельщиков, смотрят на команды, болеют за своих любимцев. Также организаторами было составлено, ну, надеюсь, что очень удобное расписание, так и чтобы ребята спокойно заранее знали, когда они играют, во сколько они играют, и смогли не спеша подготовиться и показать все свои силы именно в игре, и постараться пробиться в число лучших. А на данном этапе вы можете назвать лидеров, как в мужском мини-футболе, так и в женском мини-футболе? Кто они, на ваш взгляд? Ну, в женском мини-футболе тут выделяются у нас команды КФУ, под таким названием они заявились. Они сыграли одну игру, но уже забили довольно-таки много мячей. Сколько вы можете опять посмотреть на сайте чемпионата ССК. У нас выявились на данный момент сразу лидеры, лидеры в бомбардирской гонке. Ну, а в мужской команде, в мужском турнире здесь, наверное, пока рано говорить, потому что некоторые команды сыграли только по одной игре, некоторые сыграли две игры. Поэтому фавориты или те команды, которые можно будет назвать, что они пройдут дальше, пока еще говорить рановато. Я думаю, через игровую неделю можно будет первые свои мысли высказать. На данный момент пока трудно об этом говорить. Алексей Николаевич, в прошлой программе мы уже разговаривали о новых видах спорта. Вы не могли бы рассказать, какие нас ждут впереди соревнования? Какие виды спорта будут представлены на следующей неделе? На новую неделю мы планируем запустить еще новый вид. Скорее всего, это будет соревнование по настольному теннису. Есть дата, когда мы планируем провести соревнование вторую дисциплину как промо, это легкая атлетика. Скорее всего, это будет 1 марта на арене легкотлетического манежа Центрального стадиона. На данный момент пока идет регистрация еще участников. Ну и у нас в начале марта пройдут соревнования по стритболу, волейболу и под бентону. Планируем, что все-таки мы все это успеем к 10 марту. И 15 марта у нас запланировано закрытие вообще чемпионата, награждение лучших игроков по каждому турниру и подведение итогов небольшое. Спасибо большое, Алексей Николаевич, что посетили нашу студию. Ну а мы желаем вам успехов в проведении чемпионата СССР. Спасибо огромное. Вот такими яркими событиями нас порадовала прошлая неделя. Но что же будет дальше, увидим. Вы смотрели программу «Неделя спорта» на телеканале «Универтв». Меня зовут Диана Латышева. До новых встреч! Субтитры подогнал «Симон»!